МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Реорганизация стала одной из тем сегодняшнего заседания Кабинета министров. В Республике изменения ждут Канажский транспортно-энергетический техникум и издательский дом «Хыбар». Подробности далее. Канажский транспортно-энергетический техникум ждет реорганизация. К нему присоединят второе профучилище. Все внимание учебное заведение сконцентрирует на подготовке рабочих технических специальностей – электромонтеров, сварщиков, машинистов-экскаватора, операторов нефтепереработки. Также появятся и новые специальности – обслуживание электромеханического оборудования и техническое обслуживание ремонта автомобилей. Всех работников трудоустроят, сократят только административно-управленческий персонал. К тому же в новом учебном заведении смогут повысить квалификацию рабочие. К следующему году предполагается в 4,5 раза увеличить переподготовку рабочих кадров для местных предприятий, подчеркнул министр образования. Мы предполагаем направить 18 миллионов внебюджетных заработанных ими самими средств на реконструкцию, на создание соответствующих условий. Недавно я встречался с руководством транспортных магистральных сетей в Москве. Они тоже готовы участвовать в софинансировании. Учащиеся профессиональные училища номер 2, которые сегодня получают профессию портной, повар-кондитер, продавец, контролер-кассир, их 249 человек. Они будут переведены в профучреждение номер 16 в городе Ганаш соответствующими мастерами соответствующей базы. Такое решение миным имуществом уже принято. Часть имущества мы уже передали 16-му училищу. Изменения ждут и республиканские печатные издания на чувашском языке. ХПР, Атол и Тандыш объединятся. Объединение национальных изданий в единую централизованную систему, медиахолдинг, позволит гибко реагировать на запросы рынка, предлагать качественно конкурентные продукты, более эффективно использовать имущественный комплекс и активизировать штаты редакции, сократить расходы и обеспечить экономию бюджетных средств. С 2005 года тираж газеты «Хабар» упал в два раза, а субсидии на ее издание возросли в четыре раза. Собственные доходы снизились примерно на 50%. Руководство республики сегодня также недовольны экономическим положением газеты «Хабар», подтвердил Иван Моторин. Реорганизация издательского дома как раз призвана решить существующие проблемы. На сегодняшний день газета «Хабар» финансируется, значит, финансирование в 2012 году состояло 8,3 миллиона, плюс 400 тысяч, которые газета выиграла в качестве грантового конкурса. Привлекло за счет продажи услуг 13 миллионов 668 тысяч рублей. То есть соотношение субсидий государственного из бюджета и привлеченных рекламных средств составляет 40-60. И это, я могу констатировать, не самый худший показатель. И если сравнить, например, с Атл-Волга, то это соотношение составляет 60 к 40 почти. Между тем продолжается конкурс на должность главного редактора газеты «Хабар». Результаты будут известны 2 июля. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Делегация Чувашской Республики во главе с Михаилом Игнатьевым приняла участие в учредительном съезде Общероссийского народного фронта. На съезде были выбраны руководящие органы ОНФ, приняты устав и манифест. Учредителями движения стали 480 человек. В штаб фронта вошли 55. В общей сложности в работе съезда участвовали полторы тысячи делегатов и приглашенных. Его освещали около 600 российских и иностранных журналистов. Побывали на съезде и наши коллеги Родион Архипов и Андрей Шоклев. Участники съезда Общероссийского народного фронта проголосовали за создание движения на базе организации и приняли устав. Отныне Общероссийский народный фронт будет называться Народный фронт за Россию. И мы сегодня с уверенностью можем сказать, да, съезд состоялся, да, мы приняли манифест, да, мы приняли устав, да, выбрали лидера. А это что значит? Засучив рукава, значит, все мы, представляющие общественность России, общественность регионов, мы готовы работать за развитие России. Услышанного, который мы, наверное, в работу пустим все это и будем разрабатывать все, и будет все дела выйти, и будет лучше Дубай. Не должно, он бы сказал, теряться обращение народа в кабинетах, а нужно доходить вот эти обращения до главы Рейгана и вот в частности Владимира Владимировича Путина. Мне очень приятно, что наше региональное отделение котируется в России, и в составе небольшой делегации Союза председательных в России меня тоже включили учредителем этого движения. Вносил предложение тоже, два раза я поднимался, вносил предложение по уставу и по манифесту. Единение, патриотизма, сплочение во имя, как было сказано сегодня, наших детей, нашего будущего. Будем больше творить, будем рожать, будем созидать. А это самое главное, чтобы счастливы были наши родители, не беспокоились и были здоровы, и были счастливы наши дети. Для нас, для женщин, это самое главное. Вместе с нашими мужчинами, с Советом Отцов Республики, с руководством Республики. Я думаю, что Чувашия – лучший регион. Это бутон российского соцветия. И мы еще многое можем и покажем. Самое главное то, что общероссийский народный фронт учредили простые люди, а не должностные лица органов власти. На самом деле, съезд зажег всех тех, кому не безразлично, судьба Российской Федерации. На самом деле, мы любим свою Российскую Федерацию. А то, что вот это общественное движение создано, оно на самом деле, прежде всего, направлено на социальную исправительность, за сотрудничество со всеми политическими партиями. Делегаты единогласно проголосовали за переименование Общероссийского народного фронта в Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию». И без голосования избрали его лидером президента России Владимира Путина. Я приветствую всех, кто собрался в этом зале, и миллионы наших единомышленников, сторонников во всех уголках и во всех регионах нашей великой России. Мы вместе, потому что мы любим нашу Родину, верим в нее, готовы работать для общего блага. Нас скрепляют ценности, которые выше политических пристрастий, групповых интересов и, разумеется, выше личных амбиций. Это свобода и справедливость, права и достоинства человека, гражданская солидарность, любовь к своей стране. Родион Архипов и Андрей Шоклев. Специальные для программы «Республика». Почти 60% дорожного полотна России не соответствуют нормам. При этом 27% российских дорог работают в режиме повышенной загруженности. Раньше трассы строились под значительно меньшие нагрузки и совсем другую интенсивность движения. По прогнозу чиновников Росавтодора, понадобится не меньше пяти лет, чтобы привести все дороги в нормативное состояние. Ремонт и строительство дорог уже ведется на важных и стратегических участках страны. Социально-экономически значимых с интенсивным движением. На трассе М7, которая соединяет центр России с Уралом и Сибирью, идут масштабные работы. Ольга Григорьева проехалась по строительным объектам и изучила, как идет реконструкция. Дорожная техника на трассе М7 – уже привычное явление. Местонахождение очередного отряда в Ядринском районе. На трехкилометровом отрезке строители Чувашавтодора реконструируют дорожное полотно. В прошлом году организация выиграла генеральный подряд сразу на двух участках трассы, в том числе и на этом. Местность здесь, говорят, сложная. Дорога была второй категории. Участок лесной, болотистый участок. В итоге здесь каждый паводковый период, это имеется в виду весенний-осенний период, пучины были, асфальтный бетон ломался, трудности были по содержанию этого участка. Дорога сильно устала и отстала от жизни. Она не рассчитана на сильные нагрузки и интенсивные движения, существенно выросшие в последние годы. Здесь проезжают почти 30 тысяч автомобилей в сутки. И все больше и больше автопоездов. При таких нагрузках дорожная одежда сильно истрепалась. А технология, по которой ее строили, значительно устарела. Все эти недостатки предстояло исправить. Участок трассы фактически отстраивался заново. Строители укладывали дорогу, словно выпекали слоеный пирог. Постелающий слой сделали. На него положили сетку армирующую, которая не дает движению щебня по песку или проваливанию, чтобы провалился вниз, скажем, втаптываться в песок. Это двухслойное щебеночное основание гранитного щебня. Дальше идет у нас так называемый народе черный щебень, щебень обработанный битумом. На него укладывается дальше, видим, верхний слой щебеночного основания и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Дорога будет в четыре полосы. Проезжая часть расширится с 7 метров до 15. Плюс барьерное ограждение, которое разделит потоки. По задумке это должно сделать движение безопаснее. Известно, что летальный исход случается, как правило, при лобовых столкновениях. Дорожники собираются сдать объект с опережением, чего ждут автолюбители. Понятно, что ремонт и пробки порой доводят до нервного срыва. Но гораздо хуже, когда дороги плохие. Уличный скоростной поток. Если будет в каждую сторону как минимум по две-по три полосы. Пропускаемость дороги будет больше. По всей Боросеи так, а то участками там где-то есть, где-то нет дороги. Работа у дорожников непочатый край. Ремонт ведется и на другом важном направлении, где такой же серьезный грузопоток. На трассе А-151, Цивирск-Ульяновск. Вместе с тем, Чувашавтодор занят и на федеральной дороге Вятка. Начинается она в Чебоксарах и соединяет между собой административные центры регионов России. Чебоксары, Ешкар-Ала, Киров, Сыктывкар. Строители реконструируют 9-километровый отрезок. Дорожное полотно здесь в дефектах. Колейность и трещины. Основание выравнивается. И уже на ровное основание укладываем ровный слой асфальтобетона. Поэтому слой получается ровный. И дорогу уже без продольной, поперечной уклоны соответствуют требованиям СНИПа. Технологии и материалы подобраны так, чтобы дорога служила дольше. На участке укрепляются и обочины. А опробовать обновленную дорогу водители смогут уже скоро. Дорожники планируют закончить этот объект к августу. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Компания коммунальной технологии меняет подходы к работе. 11 июня журналисты познакомились с новым генеральным директором Андреем Мартьяновым, который сообщил, что коммунальные технологии готовы к решению всех задач, стоящих перед организацией. Пресс-конференция прошла в новом здании. Андрей Мартьянов рассказал, что переезд позволил сократить собственные расходы компании в три раза. Но кроме экономии, этот шаг подтверждает и новую стратегию – близость компании к потребителю. В ближайшее время здесь появится центр обслуживания клиентов. Сокращение расходов коммунальных технологий вызвано долгами. Компания недоплатила энергетикам 800 миллионов рублей. В свою очередь, коммунальным технологиям управляющие компании должны миллиард триста. Только за пять месяцев этого года долг вырос на 250 миллионов. Если бы был один он, этот кассовый разрыв, для такой компании, как вот эта, с НВВ больше трех миллиардов рублей, это не проблема закредитоваться на эту сумму и процентное бремя погасить. То есть мы бы легко с этим справились. Если бы бремя предыдущих долгов не давило бы вот этими кредитами и процентами. В коммунальных технологиях говорят, что злостных неплательщиков нет. Со многими пытаются договориться, найти понимание. Но на крайние меры тоже приходится идти. У одной из управляющих компаний арестовали счета. Там сразу смогли погасить 10 миллионов из 50. Финансовая ситуация в коммунальных технологиях не помешает выполнить ремонтную программу. В том году мы на 1 июня выходили с выполнением, например, ремонтной программы 12%. Мне главный инженер докладывал данные, я его спрашиваю. В этом году мы уже на 1 июня выполнили 20% ремонтной программы. Тарифы ЖКХ не заложена инвестиционная составляющая. Компания вынуждена разрабатывать программы и искать пути их финансирования. Совместно с администрациями городов в коммунальной технологии составляют 5 инвестиционных проектов для фонда развития ЖКХ. Кроме того, коммунальные технологии разрабатывают проект пилотной блочно-модульной котельной. Но ее строительство планируют привлечь средства различных бюджетов. Это в том числе разработка схемы теплоснабжения по этому региону, по городу Чебоксар. Без этой схемы невозможны инвестиции согласно федеральному законодательству в регион, в город, именно для развития сетей. То есть это инструмент, который позволит в 2015 году, точно в 2015 и 2014, сделать инвестиционную программу. В коммунальных технологиях заявляют, что в 2012 году компания заплатила 300 миллионов налогов. В этом также обещают выполнить свои обязательства. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. Между тем, в правительстве Чувашии обеспокоены ситуации сложившегося в ООО коммунальной технологии. Председатель кабинета министров Иван Маторин заметил, кадровая текучка в руководстве компании не внушает оптимизма. Однако надежда, что совместными действиями и организация, и правительство найдут выход из этой ситуации, все-таки есть. Ситуация, она ежегодная такая, что предприятие к концу отопительного сезона наращивает долги. Сегодня можно говорить о том, что в 2013 году ухудшилась дисциплина платежная. Нам данный вопрос интересен с одной точки зрения. Это вхождение в отопительный сезон следующего года. Работа, надежная работа жилища коммунального хозяйства, таких городов, как Чебоксары и Новочебоксары. Ну и расшивка вот этих долгов, которые имеются и у жителей городов, и управляющих компаний, ну и в первую очередь самих коммунальных технологий. Чего мы сейчас достигли, да, вот в этом вопросе. Обсуждает создание рабочей группы на уровне банков, министерства, собственников коммунальных технологий. Кабинет министров обратился письмом в адрес собственников коммунальных технологий, чтобы сесть за стол и обсудить накопившуюся проблему. Отклик есть. Я надеюсь, что состоится эта встреча. В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии выбирают ректора. Специальная аттестационная комиссия Минсельхоз России, в чем ведение находится ВУЗ, остановилась на трех кандидатурах из восьми. Это ныне ИО, руководитель учебного заведения Людмила Линник, исследователь и ученый, бывший ректор Академии Николай Кириллов, а также доктор наук, ученый-секретарь ВУЗа Владимир Семенов. Выборы нового ректора стали последним шагом предпринятого Министерством сельского хозяйства. В декабре прошлого года приказ о министерстве был освобожден с занимаемой должности прежний глава учебного заведения Николай Васильев. Новым назначена Людмила Линник. Бывший ректор с увольнением не согласился и обратился в суд с иском на само министерство. Гражданское дело по иску Николая Васильева рассматривал Ленинский районный суд Чебоксар. Не проработавшие годы ректор сельхозакадемии Николай Васильев обратился в суд, чтобы восстановиться в должности. В апреле прошлого года кандидат биологических наук и заслуженный работник сельского хозяйства возглавил ВУЗ, набрав 90% голосов на выборной конференции. А уже в декабре после приказа Минсельхоза России вынужденно уступил кресло Людмиле Линник, некогда руководителю Центра избиркома республики. Формальным поводом для прекращения трудового соглашения стал злополучный рейтинг эффективности государственных ВУЗов, проведенный Министерством образования и вызвавший неоднозначную реакцию в обществе. По итогам этой оценки, сельхозакадемия вошла в список ВУЗов с признаками неэффективности, что вменили в вину ректору. Сам Николай Васильев не считает это весомым основанием для расторжения контракта. Я приступил к работе 26 октября 2012 года, не мог повлиять на действия 2011 года, поэтому я не могу отвечать на цифры, которые были. Но по некоторым показателям мы не дотянули до тех цифр, которые должны были. Исходя из этого, наш ВУЗ был признан с признаками неэффективности. Хотя, должен заметить, по этим же цифрам данный ВУЗ включен в государственный реестр ведущих образовательных учреждений России. То есть, не совсем понятно, как на забрание Минобразования России подходит к этим критериям. Кадровая перестановка в ВУЗе вызвала общественный резонанс. Вый протест выразила часть студентов, их поддержали агрария Чувашия. В защиту Николая Васильева они собрали подписи и направили обращение в адрес президента страны Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева. Просили вмешаться и разобраться. Мы просто выражаем свое мнение. Мы не согласны с тем, что произошло. И хотим хоть как-то на это влиять. Николай Васильев полагает, за действиями Минсельхоза стоят несколько иные задачи, какие именно не конкретизировал. Представитель отраслевого министерства комментировать позицию в камеру не стал, заявив, что сделает это на самом процессе. К слову, он проходил открыто, только видеосъемку заседания все же запретили. После почти двух часов заседания судья Елена Шопина огласила решение. Бывшему ректору было отказано в удовлетворении иска. Мотивированные решения судьи появятся через несколько дней, после чего упадавшая в суд сторона определится, будет ли обжаловать это решение. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика. До Олимпиады в Сочи остались считанные месяцы. Скоро гости и спортсмены из 80 стран смогут оценить масштабность этого уникального проекта. Тысячи людей из разных городов России стремятся стать живыми свидетелями Олимпиады. И такая возможность у них уже есть. Оказаться на Олимпиаде Сочи 2014 это не мечта, а реальность. Соместить приятное с полезным жителем Чуаши поможет ярмарка вакансий. Здесь каждый сможет найти применение своим способностям. На ярмарке вакансий востребованы разные профессии. Повар, водитель, логист, журналист и другие. Приоритетным является владение английским языком. В Сочи смогут попасть люди и без опыта работы. Уникальная возможность предоставляется каждому, но дойдут до желаемой цели далеко не все. Для нас очень важно, чтобы человек с его возможностями, с его навыками, с его опытом подходил максимально под эту вакансию. Поэтому мы будем ориентироваться не от того, что может человек, а от того, что человек должен выполнить на Олимпиаде. Вот это наша основная цель. Взамен на высокие требования рабочий получит не только хороший заработок, но и бесплатное проживание, питание, компенсацию за проезд. И самое главное – бесценный опыт и много новых впечатлений. Для многих людей именно это является приоритетом. Я хотела поехать в Сочи, работать, посмотреть Олимпиаду. То есть с людьми пообщаться. Я сама с юга и давно не была там. Мы хотим помочь стране провести такое важное мероприятие, как в Сочи и Паралимпийские игры. Хотим, чтобы гости довольные остались после Сочи. Опыт работы в Сочи поможет жителям республики и в дальнейшей жизни. Для многих работодателей это станет бесспорным доказательством профессионализма. Мы понимаем, что если мы создадим условия для жителей республики, чтобы они приняли участие во временных работах, приняли в Олимпиаде на временных работах, побывали в Сочи, период проведения Олимпиады – это большой плюс. Организаторы уверены, что наши земляки смогут достойно представить Чувашию на мировом уровне. Более 600 тысяч гостей из разных стран и более 3 миллиардов телезрителей будут наблюдать за Олимпиадой в Сочи. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Недавно на некоторых остановочных комплексах столицы появились информационные табло. Сегодня они начали работать, правда пока в тестовом режиме. Информационные табло показывают, какой именно транспорт приедет в ближайшее время. На экране также можно узнать настоящую температуру. Пилотный проект под названием «Умные остановки», как и система онлайн-отслеживания транспорта – часть большой региональной навигационно-информационной системы. Электронный маршрутный указатель получает информацию со спутникой через систему ГЛОНАСС, передает ее на экран. Программа работает с учетом скорости движения, пробок, ДТП и задержек на светофорах. Эту же информацию можно посмотреть дома на сайте baschep.ru. 8 минут до первого троллейбуса, 9 минут до четвертого. До прибытия нужного транспорта можно успеть поговорить по телефону, пока электронные табло отображают работы только троллейбусов. Позднее появится информация передвижения автобусов и частных перевозчиков. Проект пилотный и по мере оснащения каждого маршрута навигационными блоками, приборами, так называемыми трекерами, эти маршруты будут появляться на данных табло. В перспективе мы можем работать также и с автобусным, с нашим «Чевашим автотрансом» и с маршрутчиками. То есть для пассажиров будет представлен весь спектр пассажирского транспорта, который проходит через данную конкретную остановку. Маршрутов у нас очень много, я могу сказать, что на улице Николаева порядка 38. Поэтому предполагаем, что информация будет востребована, интересна и будет использоваться гражданами. В полную силу умные остановки заработают тогда, когда все транспортные средства будут оснащены трекерами ГЛОНАСС. Некоторые троллейбусы сейчас выпадают из графика движения. В транспорте отсутствует спутниковый блок. Пока чебоксары могут похвастаться только пятью информационными табло, которые установлены на остановках улицы Николаева, площадь Республики, улицы Дзержинского, дом торговли и Роща. Сейчас они будут работать в тестовом режиме. Но специалисты обещают, количество информационных стендов будет расти. Средства на это предусмотрены программой электронной чебоксары. Каждый маршрутный указатель обходится в 80 тысяч рублей. Также создано специальное приложение для компьютеров и смартфонов. Жители могут в режиме онлайн отслеживать движение транспорта. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Необъятную страну объединило творчество. В четырех российских регионах прошли отборочные этапы фестиваля «Вместе мы – Россия». В числе избранных оказалась и Чувашия. На несколько дней Республика озарилась всеми красками народного искусства. Фольклоры, эстрадные песни, обрядовые танцы, искусственные подделки мастеров – все это предстоит оценить жюри. Выбрать лучших будет довольно непросто. В этом убедились и мои коллеги. Россия раскинулась от Южных морей до Полярного края, но никакие расстояния не стали преградой для встречи. Вместе их объединила любовь к своей стране, которая не знает границ. Свои теплые чувства к родине на этом фестивале выражали коллективы из 20 регионов. Именно Чебоксарам выпала честь собрать на одной сцене представителей двух федеральных округов. Приехали самые лучшие победители региональных этапов. Вместе мы – Россия! Такая разная культура – соседи Чувашии и далекий Урал. Но когда народные коллективы собираются вместе, концерт превращается в поистине уникальное шоу. Удмуртские напевы, обрядовые танцы северных племен, задорные частушки из Саратова. Чувашские артисты встречали гостей по-хозяйски и исполняли для них национальные гостевые песни. Вот они – те самые традиции старины глубокой. Без чувашского языка, без чувашских обычаев, без чувашской песни и танцев тут, конечно, праздника не будет сегодня. Тут можно познакомиться, поделиться опытом. Поэтому все хорошо. Ансамбль из Сургута хозяевам ответил танцами. В своих номерах артисты всегда пытаются рассказать об истории и красоте родного края. Вместо слов – движения и жесты. Читать их зрители учатся уже с первых минут. Секреты своих неподражаемых танцев в коллективе передают из поколения в поколение. Мы изображаем лес, болото, в общем, нашу природу. Изображаем охотников, рыболовов, в общем, такую общую картину. Оленей, всех животных, которые обитают в нашем округе. В краю 100 тысяч песен народные коллективы пробудут до конца недели. Каждый регион представит на суд жюри свою концертную программу. Лучшие из лучших выступят на галоконцерте, который состоится в Москве. Ансамбли со всей стороны объединятся в одно целое в следующем году, в День народного единства. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. На сцене Дворца детского и юношеского творчества выступили юные артисты. Здесь накануне отгремел галоконцерт фестиваля «Звездный час». Кому-то нет равных в задорных танцах, кто-то поражал зрителей отличным вокалом и стихами. Галоконцерт ежегодного фестиваля собрал на одной сцене около 200 участников из 14 регионов по Волжье. Юные артисты прошли серьезный отбор. Всех их признали лучшими на региональных этапах. Для них пробил долгожданный «Звездный час». Все выступления зрители встречали громкими овациями, а организаторы награждали детей ценными подарками. Участие в таком престижном фестивале для них важнее любых призов. Эти дети попали в сложную жизненную ситуацию. Многие сейчас воспитываются в детских домах и интернатах. Проект «Вернуть детство», в рамках которого проводится фестиваль, создали для того, чтобы поддерживать талантливых ребят. Он проводится уже четвертый год подряд. Этот проект стимулирует детские учреждения, которые работают на территории округа, к тому, чтобы они эту работу вели. Спортивную работу и культурно-массовую работу. Костюмы шили, коллективы складывали. И в конечном итоге, ведь был уже конкурсный отбор. На уровне регионов отбирали лучшие коллективы, и лучшие коллективы приехали сюда. Поэтому это подталкивает вообще данные учреждения к более активной работе с детьми. Я вижу очень много детей, улыбающихся детей. Знаю, что у этих детей не самая лучшая судьба, наверное, с точки зрения жизненной ситуации. Но если они улыбаются, если идет выплеск творческого потенциала, значит, есть хорошие впечатления, в том числе и у меня. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чуаши. Редактор субтитров А.Семкин